добрый день дорогие друзья сегодня поговорим о правилах дорожного движения в германии а именно о том как и они сдаются в экзаменах и о том насколько они другие итак ночные поездки в свободное время на выходных с молодыми людьми за рулем какие причины могут сыграть особую роль обратите внимание большая готовность к опасному вождению но это очень плохо но тем не менее это пошло следующее вот значит едем мы едем и у нас предвидится сейчас такой небольшой поворотик и интересный задается вопрос по этому поводу хотелось бы вообще-то взглянуть на составители этих вопросов очень интересные вопросы они дают встречный транспорт направление дороги и состояние проезжей части вам может препятствовать состояние проезжей части может препятствовать не забывайте это германия здесь состояние проезжей части всегда хорошие вы ждете в светофор и хотите повернуть направо на что вы должны обратить внимание полностью сконцентрироваться на выполнении поворот нельзя только наблюдать в зеркале нет нельзя убедиться что никакой участник дорожного движения справа от вас не намерен продолжать движение и это правильно насчет того что сколько разлагается гашиш в теле тут вообще трудно заметить ну в общем то как бы это никому доселе не науки доселе неизвестно ну и ладно как бы пусть она будет и так значит сколько времени вы хотите повернуть направо да вы хотите повернуть на главную улицу на что вы должны обратить внимание только на транспортное средство приближающие слева на транспортное средство приближающие справа в общем то нельзя обращать внимание на других что может быть помехой заглушив двигатель медленное движение без уважительной причины и вынужденная остановка из-за отсутствия горючего конечно же заглохший двигатель ну это может быть да вот но в германии это может быть просто временная причина поэтому внимание ответ правильный далее я приторможу только недалеко от пешеходного перехода не нельзя тормозить ведь вот это вот само смешно я дам предупреденные звуковой сигнал и продолжу движение я дам велосипедисту пересечь дорогу то что пересечь дорогу велосипедисту надо это правильно но то что я приторможу недалеко от пешеходного перехода ой ну в общем то ладно вы наверное поняли да нельзя здесь у нас скользко здесь у нас очень скользко да ну нужно учитывать сейчас это и вот у нас тут завернул трак трактор но видели ли вы еще что-либо синего легкового автомобиля ведь зеленого легкового автомобиля вы видели трактор понятно видели но почему вам следует затормозить оказывается там где-то ехал зеленый легковой автомобиль вот такие вот они подлые экзаменационные вопросы далее едешь ты едешь едешь ты дорога немного поворачивают навстречу транспорт едет сзади обгон совершают но что за вопрос значит из-за чего возникнуть может опасная ситуация именно из-за красного автомобиля из-за встречного транспорта из-за трактора ну из-за встречного да тут не смешно перед вами движется грузовой автопоезд со включенным правым сигналом поворота сзади вас образовалась колонна сзади вас торопит нетерпеливый водитель легкового автомобиля что вы можете сделать я увеличу расстояние до грузового грузового автопоезда я обгоняю так как предполагаю что водитель грузового автомобиля хочет дать мне знак для обгона нехай это было бы у нас далее когда вам разрешается включать задние противотуманки если из-за тумана дальность видимости составляет более то есть менее 50 метров если из-за сильного дождя ухудшена видимость если из-за тумана дальность видимости составляет 100 метров ну понятно что это 50 метров и что там у нас сильный дождь ухудшение видимости не нужно включать противотуманки вот такие вот они непростые а вот обратите внимание на видите ли вы там вот картинку да тут нужно отказаться от своего преимущества тоже интересный вопрос что действует для вас придает на дорожном знаке я должен объехать препятствия слева я бы обязан повернуть налево перед дорожным знаком не нельзя поворачивать направо ну ладно то есть могу объехать препятствия слева все остальное но как-то не очень да все правильно идем дальше вы хотите поставить на уклоне свой одноосный прицеп что нужно сделать затянулся на стояночный тормс продолжить подложить под колеса запереть так что там дальше я должен последовать за транспортным средством если полицейский жезл я должен повернуть в указанном направлении нет мне запрещено обгонять транспортное средство интересно значит вообще надо мне запрещено обгонять транспортное средство ну что же здесь здесь все тогда идем дальше но тем не менее до вопросы такие которые вот но у нас обычно как один вопрос правильно все остальные все так здесь видите ли вы едете ли едете по автобану и вот где-то там вот где-то вдалеке справа повара заехал на разгоночной полосе видимо да вот этот вот автомобиль mercedes наверное либо вы и что же из-за него я должен снизить свою скорость я продолжу движение не изменяя скорости я не перестал я перестроюсь на правую полосу понятно да ну здесь что правильно тут не нужно создавать препятствия пассажиры пропускают текущий транспортный поток нет можно проехать справа шаговой скоростью если не создается препятствия ну вот такое вот германия так для разговора по телефону мне необходимо прервать движение для разговора по телефону двигатель должен быть выключен правильно пользование во время езды не должно длиться более 15 секунд нельзя разговаривать вообще не 2 секунды даже не одну но это везде тогда лишение водительского права денежный штраф или распоряжение на проведение медицинского психологического в общем это для наркоманов ну это все для них вот все что вы видите можете ставить галочки будет правильно далее смотрим видео что мне нравится у них очень развито это видео показывают какие условиях ситуации дорожные ну вот тут вот вы едете 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 и что же происходит тут кто-то подбегает видите справа мужчина подбегает и задается подлый вопрос есть ли ребенок за бусом слева и остановлюсь так как ребенка за группу автомобиль уступит на проезжую часть нет не ведитесь на это лучше посмотрите несколько раз и запомните все далее здесь мы едем данном ну как бы вот впереди возможно 70 километров в час и впереди тут будет сейчас некий поворот некий перекресток что же здесь может произойти здесь происходит значит справа у нас велосипедист впереди автомобиль но вы же не заметили мотоцикл почему вы должны здесь подождать ведь мотоцикл вообще не был заметен правда же ну да вопрос таки да что вам нужно подождать и чтобы повернуть налево из-за мотоцикла вот какая вот незадача хотя вы на главный были здесь у нас что вообще такая ситуация да вот кто-то стоит что-то у него там не случилось что-то поломалось и что вы должны здесь сделать продолжить торможение потому что красное транспортное средство может уклониться потому что другие люди могут вступить на проезжую часть потому что моё транспорт может съехать с проезжей части не может неправильно не может ваше транспортное средство съехать будь внимателен переоценка собственных способностей значит слишком малый повышенная готовность к опасному вождению это причина в этом случае имеет зачастую важное значение значит то что вы очень сильно готовы к опасному вождению то есть вы хорошо готовы это считается причиной вот это вот смешно правда вот действительно это есть причина из-за чего дтп повышенная готовность к опасному вождению но ответ правильный вот с этим то и не соглашусь никогда повышенная готовность ну как же так каких случаях вам не разрешается встать на стоянку на здесь у нас очень интересный вопрос если если справа находится подходящая боковая полоса значит если это подходящая боковая полоса для стоянки туда но она обычно просто подходит вот тоже перевод такой никакой да так что дорогие друзья всегда будьте внимательны особенно при сдаче экзаменов пересдача экзаменов может быть германии правил дорожного движения всего вам доброго подписывайтесь на канал надеюсь на вашу взаимность всем пока субтитры сделал DimaTorzok и Продолжение следует...